Здравствуйте! Лекция номер 7. Протокол преобразования адреса ARP. План ARP-протокол, ARP-запросы, ARP-ответы и ARP-таблицы. В этой лекции будет рассказано о том, каким образом устройство в локальных вычислительных сетях использует протокол преобразования адреса. Address Resolution Protocol ARP. Перед отправкой данных адресату. Будет рассказано, что происходит, если устройство из одной сети не знает MAC-адрес устройства в другой сети. ARP-протокол. Протокол определяет, передаются ли данные через сетевой уровень к верхним уровням эталонной модели ОСИ. В основном, для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы пакет данных содержал MAC и IP-адрес пункта назначения. Если в пакете данных отсутствует один из этих адресов, данные не будут переданы на верхние уровни. Таким образом, MAC и IP-адрес служат для своего рода проверки и дополнения друг друга. Когда отправитель определил IP-адрес получателя на рисунке 7.1, он смотрит свою ARP-таблицу для того, чтобы узнать его MAC-адрес. Если источник обнаруживает, что MAC и IP-адрес получателя присутствуют в его таблице, он устанавливает соответствие между ними, а затем использует их в ходе инкапсуляции данных. После этого пакет данных по сетевой среде отправляется адресату на рисунке 7.2. Источник сверяется со своей ARP-таблицей после того, как определит IP-адрес пункта назначения. На рисунке 7.2 данные принимаются получателем после того, как установлено соответствие между MAC и IP-адресами и инкапсулированные данные. ARP-запросы В примере, показанном на рисунке 7.3, отправитель хочет отправить данные другому устройству. Он знает IP-адрес получателя, но MAC-адрес получателя в его ARP-таблице отсутствует. Поэтому устройство инициирует процесс, называемый ARP-запросом, который позволяет определить этот MAC-адрес. Сначала устройство создает пакет ARP-запроса и посылает его всем устройствам в сети. Для того, чтобы пакет ARP-запроса был замечен всеми устройствами в сети, источник использует MAC-адрес широковещания. Адрес широковещания, используемый в схеме MAC-адресации, имеет значение F во всех разрядах. Таким образом, MAC-адрес широковещания имеет следующий вид. На рисунке 7.3 отправитель не может обнаружить MAC-адрес получателя в своей ARP-таблице. ARP-запросы структурированы определенным способом. Поскольку протокол ARP функционирует на нижних уровнях эталонной модели ОСИ, сообщение, в котором содержится ARP-запрос, должно быть инкапсулировано внутри кадра протокола аппаратных средств. Таким образом, кадр ARP-запроса состоит из двух частей – заголовка и ARP-сообщения на рисунке 7.4. Кроме того, заголовок кадра может быть затем разделен на MAC и IP-заголовок на рисунке 7.5. На рисунке 7.4 у нас кадр ARP-запроса состоит из заголовка и ARP-сообщения. ARP-ответы. Поскольку пакет ARP-запроса посылается в режиме широковещания, его принимают все устройства в локальной сети и передают для анализа на сетевой уровень. Если IP-адрес устройства соответствует IP-адресу пункта назначения, содержащемуся в ARP-запросе, устройство откликается путем отправки источнику своего MAC-адреса. Этот процесс называется ARP-ответом. В примере, показанном на рисунке 7.3, источник 197.15.22.33 запрашивает MAC-адрес получателя, имеющего IP-адрес 197.15.22.126. Получатель 197.15.22.126 принимает ARP-запрос и отвлекается путем отправки ARP-ответа, содержащего его MAC-адрес. На рисунке 7.6 структура ARP-ответа включает MAC и IP-заголовок, а также сообщение ARP-ответа. Когда устройство, создавшее ARP-запрос, получает ответ, оно извлекает MAC-адрес из MAC-заголовка и обновляет свою ARP-таблицу. Теперь, когда устройство имеет всю нужную ему информацию, оно может добавить к данным MAC и IP-адрес пункта назначения. Устройство использует эту новую структуру кадра для инкапсуляции данных перед отправкой их по сети. На рисунке 7.7. Когда данные достигают адресата, производится сравнение на канальном уровне. Канальный уровень убирает MAC-заголовок и передает данные на следующий уровень эталонной модели ОСИ на сетевой. Сетевой уровень анализирует данные и обнаруживает, что его IP-адрес соответствует IP-адресу назначения, содержащемуся в IP-заголовке данных. Сетевой уровень убирает IP-заголовок и передает данные следующему, более высокому уровню, транспортному. Этот процесс повторяется, пока остаток пакета не достигает приложения, где данные будут прочитаны. На рисунке 7.7. Перед отправкой данных через сеть, данные инкапсулируются с использованием новой структуры кадра. ARP-таблицы. Любое устройство в сети, принимающее широковещательный ARP-запрос, видит содержащуюся в нем информацию. Устройство использует информацию от источника для обновления своих таблиц. Если бы устройство не содержали ARP-таблиц, процесс создания ARP-запросов и ответов имел бы место каждый раз, когда устройство хотело передать данные другому устройству в сети. Это было бы чрезвычайно неэффективно и могло бы привести к слишком большому трафику в сети. Чтобы избежать этого, каждое устройство имеет свою ARP-таблицу. Некоторые устройства поддерживают таблицы, в которых содержатся MAC и IP-адреса всех устройств, подключенных к той же сети. Эти таблицы просто разделывают в оперативной памяти каждого устройства. Они называются ARP-таблицами, поскольку содержат карту соответствия IP-адресов в MAC-адресах на рисунке 7 и 8. В большинстве случаев ARP-таблицы кэшируются в памяти и поддерживаются автоматически. Ситуации, когда сетевой администратор модифицирует записи в ARP-таблице вручную, редки. Каждый компьютер сети содержит собственную ARP-таблицу. Каждый раз, когда устройство хочет передать данные по сети, оно использует для этого информацию, содержащуюся в его ARP-таблице. ARP-таблицы должны периодически обновляться, чтобы оставаться актуальными. Процесс обновления таблиц включает не только добавление, но и удаление информации. Поскольку отправка данных по сети возможна только при использовании последней, наиболее свежей информации, устройство удаляет все данные из ARP-таблицы. Возраст которых превышает установленный. Этот процесс называют удалением по возрасту. На рисунке 7 и 8 представленный каждый компьютер сети содержит ARP-таблицу. Чтобы заменить информацию, удаленную из таблицы, устройство постоянно выполняет обновления с помощью сведений, получаемых как от собственных запросов, так и от запросов, поступающих от других устройств сети. Тот факт, что протокол ARP позволяет устройству поддержать рабочие ARP-таблицы актуальны и помогают в ограничении объема широковещательного трафика в локальной сети.